Итак, меня зовут Алексей Тихонов, я научный сотрудник. У нас в музее это как почти научное учреждение. Мы с вами будем говорить о нескольких очень важных сюжетах нашей истории, жизни и, возможно, будущего человечества. Что касается истории, то мы с вами будем смотреть на объект, который был построен в период 52-57 год. Он был построен в очень конкретных условиях Холодной войны, и он должен был принять на себя удар во время ядерной атаки города, что было абсолютно рациональным ожиданием. Я вам покажу документы, почему для этого были все основания так считать. Дореволюционный город, если вы посмотрите фотографии, то вы увидите, что улица Екатерининская, то есть нынешняя улица Ленина, она представляет собой классическую улочку Средиземноморского такого городка. Достаточно узкую и плотно застроенную с обеих сторон. После войны вот эту часть улицы вообще не стали делать, потому что при взрыве бомбы в бухте огромное количество, да, волна вот эта мощная, она сносила бы все эти домики и образовала бы плотнейшую завалу, да, такие колоссальные. Очень многие решения архитектурные в городе, градостроительные были заложены именно исходя из того, что мы готовились к ядерной войне. Бомбардировка городов — это отдельная, очень серьезная тема. Почему вообще бомбить город нужно? Ну вот объяснение такое логичное, да, что если мы бомбим город, то мы фактически вызываем, ну как бы сказать, желание людей сдаться, да, но вот как показывает опыт и Ленинграда, и Севастополя во время Второй мировой войны, и немецких городов там, которые просто бомбили, это Гамбург, да, там Дрезден. На самом деле эта теория не работает. Люди часто, наоборот, сплачиваются внутри города. Города бомбардировали что в Японии, что в Германии немцы, и, соответственно, англичане и американцы. Прежде всего потому, что они могли это делать. То есть они могли дотянуться и могли сравнять эти города с землей. В случае с Севастополем это вообще была уникальная ситуация. То есть с одной стороны он пережил блокаду, две, да, то есть с другой стороны он представлял собой город-порт, который имел и стратегическое значение. Мы с вами сейчас находимся в объекте, который обладает высшим категорией защиты, и он предполагает полную гарантии того, что люди, которые здесь смогут прятаться, они смогут уцелеть. В чем особенность этого объекта? В том, что это гражданский объект. Здесь находились люди, должны были находиться люди, полностью гражданские, военных здесь нет. Когда во время войны люди находились в шампанах, вот этих складах, они не просто там жили, они работали, они делали снаряды, ну то есть это было какое-то производство. Ну хорошо, пойдемте. Обратите внимание, мы сейчас с вами прямо имитируем, как бы это происходило в реальной жизни. То есть паттерны, видите, устроены таким образом, чтобы люди могли двигаться уверенно, то есть без ступенек, да, без лифтов. То есть не зависеть, опять же, от какой бы то ни было энергии, от еще каких-то других условиях. Мы отсюда выходить не предполагали бы. То есть это все было бы завалено в результате взрыва. То есть вот это все должно было завалиться, но люди к этому времени должны были находиться уже в этом объекте. У нас вообще вся вот эта лекция-экскурсия, она будет перепрыгивать. История, военный инжиниринг, да, гражданская оборона и будущее. Вот это часы, это часы судного дня. Время на них означает возможность начала ядерной войны. То есть это оценка будущего риска начала войны. Эту оценку выставляют выдающиеся специалисты по системному анализу, по ядерной физике. Они были придуманы еще тогда, когда было испытано первое оружие. 24.00 – это уже и есть тот самый судный день, который настал. Сейчас часы, как это ни странно, находятся на самых высоких отметках, даже по сравнению с 50-ми годами, которые мы рассматриваем как пик холодной войны. И заходим с вами вот в этот объект. Собственно, вот это первый вход, это такой шлюз. Вообще мы сейчас с вами пойдем в подземную лодку. Да, то есть мы должны зайти, все двери должны закрыться, и мы должны в этой лодке просидеть там, условно говоря, несколько дней, ну сколько возможно. То есть полная изоляция, она достигается за счет вот этих шлюзов. Шлюз – это такая страшная вещь. Это та самая граница между внешним миром, где уже люди не люди, да, и внутренним, где еще сохранилась полностью такая цивилизация. И вот здесь – это промежуточная зона. Если что-то пойдет не так, то эта дверь уже никогда не откроется. Потому что любая система безопасности в подобных объектах, она устроена таким образом, что вы защищаете тех людей, которые находятся внутри, а те, которые находятся еще снаружи, для вас пока ценности не представляют. Стены очень прочные, видите, вот они выделены. То есть они могут выдержать колоссальный удар. Видите, вот там где-то полторы-полтора метра вот такого бетона. Каждая, значит, дверь весит примерно 2,5 тонны. То есть они очень плотно закрываются. Тяжелые, но при этом на подшипниках, и можно ими достаточно легко управлять. Мы с вами проходим во второй шлюз. Я вообще хотел вас в темноте поводить, но потом подумал, что еще если в темноте водить, то вы, подумайте, поднимуете. Вот эти документы из архивов ЦРУ показывают реальные планы стратегические. Когда вам говорят про какие-то планы Далеса, про бог знает что, это ерунда. На самом деле план американский, главный, состоял в наборе целей. То есть вы должны были выбрать на карте те цели, которые вы должны были уничтожить, авиационные. То есть это как принцип сетевого анализа. Вы выбираете вот такие ноутсы, так называемые, да, которые являются центральной характерностью. То есть задача эксперта-аналитика найти такие точки, которые соединены между собой, которые имеют системное значение, которые надо прежде всего уничтожить. Никакого плана оккупации Советского Союза по-настоящему не было. Представить себе саму по себе проблему оккупации Советского Союза, это немыслимая логистическая задача, особенно если мы говорим про Америку, например. Потому что это просто огромная территория, и надо все еще высадить сначала. Поэтому задача была разбомбить. Выбор целей представлял собой такой треугольник. То есть на самой вершине, самые главные. И вот здесь, в этом списке, есть те цели, которые должны были быть уничтожены прежде всего. И в этом списке фигурируют раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь целей. Здесь фигурирует Севастопол-Невый Бейсен-Шипиад. То есть мы входили в самую вершину треугольника, да? Грубо говоря, сюда бомба должна была прилететь в любом случае. Почему? Потому что база. Здесь было ядерное оружие. Стратегия была выбить меч. Уничтожить возможность ответного удара. Вот здесь вот на этой карте зафиксированы все основные ядерные, объекты ядерной инфраструктуры. То есть хранилища, вот где Микензиевы горы и пункты, соответственно, снаряжения Балаклавии, вот тут на северные. Они отследили строительство РЛС, казачки. Вот в этот момент Севастополь стал представлять уже интерес не только как базовая на морского флота, но и как часть инфраструктуры ядерного оружия. Поэтому сейчас, когда вот будет восстанавливаться эта база, ну как бы мы вернемся к тому, к исходной точке. Мы неправильно иногда понимаем ядерное оружие, когда считаем, что главное страшное его последствие заключается в радиации. На самом деле страшное, самое главное последствие любого ядерного взрыва, это колоссальные силы взрыв как таковой. Он выносит все вот с точки зрения физической инфраструктуры. Световой, тепловой удар, взрывная волна, радиоэлектронный импульс, который уничтожает все, что находится на поверхности. Вот. Это же означает, что мы с вами, когда находимся под землей, у нас неплохие шансы выжить, у нас плохой шанс вернуться к обычной жизни, потому что города не будет сочеталось. Видите, это завораживающее видео, сейчас же запрещены ли еще все эти испытания, поэтому мы можем смотреть только архивные материалы. Вот, в принципе, только сейчас мы с вами в объекте, поняли, да? Все это был сложный вход. Мы с вами можем считаться, мы находимся в самом безопасном месте в городе, ну, куда мы с вами вообще могли бы сейчас зайти. Мы сейчас находимся в таком термосе, ну, не в термосе, а в такой вот подземной лодке, которая лежит под центральным холмом, и у нее есть два выхода. Вот в один мы зашли, предположим, мы закрыли, и с другой стороны, куда мы будем выходить. И у вас получается, что с точки зрения безопасности человека, мы должны на этой лодке с вами прожить какое-то время. У нас будет примерно 2000 человек, это примерно город. Представляете? Потому что главное, что нам здесь понадобится с вами для выживания, это воздух. Вот сейчас мы подошли к факторам выживания, которые тоже очень важный момент. То есть главное, это, конечно, энергия, поскольку это позволит вообще всему этому объекту существовать. Это дизель-генератор, который запускается после того, как люди здесь оказались. Света здесь в большей части не будет, все люди включать будут время от времени, чтобы беречь эту энергию и запасы топлива. Фильтры, вентиляционная установка будет работать тоже непостоянно, а включаться. Вода здесь у нас есть, артезианская скважина. То есть над нами 50 метров сейчас, и вниз еще есть 50 метров для воды, не для того, чтобы там жить. Здесь так один этаж, и технически еще есть помещение. В принципе, это такой ноев ковчег, если перевести на язык такой более аллегорический. То есть мы вот должны здесь сохраниться. Прежде всего, те люди, которые должны будут восстанавливать критически важную инфраструктуру города после того, как они поднимутся на поверхность. Когда говорят, что мы находимся в подземном Севастополе, иногда у людей складывается впечатление, что подземные объекты являются элементами большой инфраструктуры. Это неправильно. Нам меньше всего будет хотеться коммуницировать с кем-то физически. Представьте себе, что здесь есть какой-то подземный ход в другое убежище. И там что-то произошло, или там людей больше, и они к вам сюда появляются. Вот здесь дверь открывается, заходит толпа людей с автоматами, например, и говорят, мы с Северной, и нам Иван Иванович сказал, что нам идти сюда. И что вы будете в этой ситуации делать, когда нет уже никакого ни Ивана Ивановича, и, возможно, уже и Северной нету. Это называется на английском big event. Когда что-то происходит, то, что грозит уничтожением цивилизации так или иначе. В этот момент вы должны максимально изолироваться, потому что если у вас будет периметр открытый, то вы ничего не контролируете. Мы с вами сейчас посмотрим на элемент реконструкции системы управления. Основные элементы – это само по себе управление городом. То есть здесь должна была создана быть такая дублирующая инфраструктура, связь с большой землей, наверху антенны, и по ним, в том числе, даже со спутником можно было связаться. Обратите внимание, что, видите, все такие вот залы эти, они отдельно, как и на подводной лодке, тоже все такими дверями снабжены. Если что-то пойдет не так, всегда можно изолировать отдельные сектора. В этом зале мы оборудовали небольшую экспозицию по музею чрезвычайных ситуаций. Все-таки, как ни крути, но основные проблемы нашего любого города – это проблемы повседневных рисков. И самая главная проблема нашего повседневной жизни, с точки зрения чего нам нужно всем реально бояться, по-настоящему, – это пожар. Причиной пожара могут быть очень разные факторы. И биг-эвент с точки зрения природного катаклизма, и бомбардировка, то есть фактор ядерной войны, тоже пожар. И, соответственно, просто неосторожное обращение с огнем. Ну вот еще одна особенность, видите, нашего города рисков – это вот как раз все эти невзорвавшиеся бомбы и мины, которые здесь находятся со времен, в основном, конечно, Второй мировой войны, то есть Великой Отечественной, но частично еще и попадаются ядра фугасные, причем времен первой обороны. Первое оружие массового поражения – это химическое. Мы, когда говорим про оружие массового поражения, мы всегда обычно подразумеваем ядерное оружие, да? Но настоящее первое оружие – это произошло, это когда начали использовать газы, и это произошло в Первой мировой войне. И там все было не так очевидно, как во время Второй мировой. Потому что во время Второй мировой войны беспощадные нацисты уничтожали огромное количество людей. Если мы возьмем Первую мировую войну, там природа человека проявилась гораздо более изощренно. Дело в том, что химическое оружие придумал немецкий физик, фу, химик, я прошу прощения, который буквально до этого придумал синтез азота. Он таким образом спас миллиарды людей на Земле. Потому что до этого мы не имели минеральные удобрения, и он как бы вот взял и спас. А потом взял и придумал такую вещь, как химическое оружие. Это была колоссальная такая вот моральная ответственность ученого за то, что он делает. Причем, повторяю, это была война, где не было для этого никаких оснований. Никто не строил концлагеря, понимаете? Никто не уничтожал в большом количестве мирных жителей. Никто не вел тотальную войну на уничтожение. Не стояло в повестке вообще вопрос, что одни нации хуже других. Это была просто война. И тем не менее, оружие массового поражения начали использовать как вот просто оружие. Мы должны четко с вами понимать, мы находимся в убежище. И вот для того, чтобы здесь обеспечить систему долгосрочного выживания, нужно создать биолаборатории, которые будут создавать замкнутую систему выращивания всякой зелени. До сих пор такие модели теоретически созданы, но практически сделать их очень сложно. Мы вот здесь, вот почему я вас здесь еще затормозил, у нас обычным будет через некоторое время настоящая такая биологическая станция. Ну, что входит в этот набор? Там разные водоросли, хитрые, ракообразные. Вы встраиваетесь как человек в эту систему, и у вас получается замкнутая система. То есть мусора минимальное количество, а отходы одного вида становятся питательной средой для другого. Мы с вами понимаем, что мы создали инженерные условия, да, у нас безопасный объект. Теоретически мы с вами создали биологическую базу, да, у нас есть возобновляемый вот этот круг. А теперь попробуем представить себя в социальной системе, которая возникнет вот здесь под землей. И это в 33 степени более сложная вещь, чем все остальные предыдущие. Человек, он же очень адаптируемое существо. Мы начнем вести какой-то образ жизни, да, мы начнем какую-то деятельность. И вот тут начнется настоящий ад. И вот тут мы столкнулись с тем, что мы как люди пока с вами живем в ситуации, когда нам нужно большое пространство. По разным, по совершенно непонятным причинам мы не можем жить в ограниченном пространстве. Все склонны к экспансии. И во время своей, как бы, этой склонности к экспансии мы вступаем в разные конфликты. Вот колонизация, она неотъемлемая часть человеческой, как бы, да, цивилизации, потому что нам все время хочется больше ресурсов. Люди превращаются вот в такое вот совершенно общество такое дикое. Вот Севастополь пережил это. То есть в 89-м еще все было, в 88-м все цивилизованное, а уже в 89-м, в 90-м все было полностью подчинено бандитам, которые бегали по улицам. Вот, и могли стрелять в любой момент. Но большой брат, видите, он уже с нами. Он есть. И он смотрит на нас очень внимательно. Но, знаете, особенность... Это такой довольно хаотический взгляд. Вы же понимаете, что реальная ситуация начнет складываться, когда будет прошито все программным обеспечением и будет включаться система распознавания и оперирования с базами данных, да? То есть когда искусственный интеллект будет анализировать то, что происходит, с распознанием, где драка, да, где пожар, это, конечно, сделает город более безопасным. Но нам нужно будет привыкнуть к этой жизни. Почему придется? Потому что, видите, это уже как бы запущенный механизм, обратного ухода нет. Я вообще поражаюсь, насколько качественно распознаются лица сейчас. Увы, но это уже вот такая реальность, от которой нам не убежать. Мы с вами подошли к концу. Вот, видите, мы с вами выходим из такой же конструкции. И также здесь есть, можно подняться на поверхность, также вот по лестнице. Здесь у нас пространство еще для арт-галереи. Видите, обратите внимание, я вам говорю, что это о Хиросиме и Нагасаки, что именно тотальное уничтожение всей иноземной инфраструктуры происходит. То есть это самая страшная вещь. Тоже иногда, когда мы говорим про ядерное оружие, мы должны понимать, что гораздо большее значение еще имеет и средства доставки. Вот Б-29, самолет, он стоил, его разработка дороже, чем ядерного оружия. То есть Манхэттен 3 миллиарда стоил тогдашних денег, а Б-29 стоил 4. Мы его скопировали хитрым образом, и у нас 104 появился. Я думаю, что вы поняли, что мы можем при определенных условиях выжить. Но я имею в виду, что выжить в таком глобальном смысле этого слова нам не удастся. То есть, чтобы там построить цивилизацию подземную, поэтому все вот эти красивые истории, которые часто используются как нарративы в фильмах, что мы уйдем под землю, мы будем там жить, мы построим колонии, мы построим там города, это пока так далеко от реальности по разным причинам. Я думаю, вы это увидели сами, не только от того, что я вам рассказал, а вы сами это поняли, ну, я так думаю, да? То есть при этом ирония-то состоит в том, что мы должны научиться это делать. Понимаете, да? То есть мы же не можем вечно экспансию производить. Это раз. То есть мы должны уметь жить в ограниченном пространстве, да? То есть мы должны как-то правильно распределять бюджеты ресурсные, мы должны делать замкнутые циклы, чтобы экология была не фишкой, да, такой, знаете, а вот, ну, частью жизни. Все риски надо решать здесь, а не пытаться бежать под землю, от них прятаться. То есть выхода нет, как бы, да, но выход есть. Выхода нет в виде вот такого убежища, но выход есть, если человечество найдет ответы на эти вызовы цивилизации современной, которые породились с нами.